Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и продолжаем, ребята, с вами проходить хастл-кастл. Так, ну что, давайте начнем с орков, точнее с вторжения. Мне нужно набить сундучков и я хочу получить какой-нибудь шмот, ребята, потому что нынешний шмот уже просто-напросто устарел. Он очень-очень слабый и я надеюсь, что хоть что-нибудь мне с этих боев выпадет. Тут, в принципе, у нас, как вы понимаете, проблем с орками именно не будет. Вот с игроками будут и еще какие. Так, получается сундучок. С моим фартом вы прекрасно знаете, что очень-очень редко что-то выпадает. Так, ага, подарки вы прислали, спасибо вам, ребята. Это огромнейшее. Как вы знаете, я вам тоже отправляю, как только у меня такая возможность получается. Ну, давайте глянем. Как видите, да, ресурсы и больше ничего. С этих, ребята, практически тоже падают только ресурсы. Я не знаю, почему так не фартит, но результат налицо. Так, ну все, ребята, сундучки мы вскрыли, получили ресурсы. Хотя это тоже неплохо, но если бы их было бы хотя бы побольше. Так, давайте продолжим бомбить наших любимых орков. Так. Так. Эти бои меня даже немножко тешат. Так, разбиваем. Они для меня уже просто сосунки. Отлично. Сундучок у нас в кармане. Так что, может быть, накопить парочку сундуков и попробовать открывать сразу 4 или 5 штуки, чем по одному, а? Так, краса, лечись. Ты тоже иди. Ну-ка, что тут выпадет? Опять ресурсы. Ёлки-то и палки, а? Обидно, обидно, ребята. Очень сильно, что не выпадает ничего. О, у меня скрафтился меч. Меч. У меня скрафтился посох, ёлки-палки. Редкое оружие. Ага, на 31 уровень. Замечательно просто. Я ничего не говорю против, но... Сами понимаете, у меня еще нет бойцов 31 уровня. Для этого мне нужно развивать оружейку. Ну, она стоит очень много денег, ребята. Очень много. 750 тысяч. Это чтобы быть точнее. Таких денег мне пока не набрать. Ну, а тем более с игроков. Потому что я слишком слабый сейчас. Очень слишком слабый. Рейтинг у меня растет. Враги сильнее. А шмот у меня хреновый. Ну, поэтому мне и приходится бить орков. И в надежде, что хоть что-нибудь приличное с них выпадет. На крафт тоже особой надежды нет. Так как крафтится шмот сейчас выше 30 уровня. Что никак мне не подходит. Так что, ребята, да. Наверное, вы правы, что надо строить тренировочную. Но как скопить столько денег? Давайте посмотрим, что здесь выпадет. Опять ресурсы. Ёлки-палки. Ну, ну не... Вот я не знаю. У меня как обычно. Вы видели сами по серии. То ничего-ничего, то всё. То густо, то пусто. Будем терпеть, выжидать момента. Но рейтинг надо сливать. Это однозначно. С таким рейтингом далеко не уйдёшь. Так, ну что, отхилились? Да куда ты? Мне здесь делать нечего. Ничего я купить не могу. Так, ну всё. Они у меня отхилились. И продолжаем бомбить орочь и отродье. Давай, поехали. Сегодня, наверное, будет выпуск целый посвящён, как мы будем бомбить этих орков. Ладно. Как говорится, времени много. Будем бомбить. Так, и последнего добиваем. И отлично. Так, что у нас тут? Идите лечитесь. Да, долго будем ждать. Так, вроде бы отхилились. Так, давайте опять продолжать атаку на орков. Так, погреб у меня будет ещё 4 часа апаться. Так, ну это наши клиенты. Поэтому даже не задумываясь, мы всех идём бомбить. Как говорится, как щеглов. Даже попробую не тратить магию. Должен справиться. Мне бы, знаете чё, мне в принципе много не надо. Мне просто нужно 2 хороших посоха. Один, который воскрешает. И другой, который лечит. И всё. И у меня бы сразу дела поправились. Но таких, к сожалению, нету. Идите опять лечитесь. Так и будем, да? Бой от лечка. Бой от лечка. Так, а здесь у нас 5 часов ещё осталось. Тренировочная, бойцов. Сколько тебе там? Ну, почти по часу нужно, да? Ну да. И скоро у меня полуэкт будет 30 уровня. Сейчас 29-й получит. И ещё через пару часов станет 30-точкой. Ну, это меня радует. Так, 2 судочка у нас уже есть. Наверное, ещё один сейчас раздобудем. И вскроем. Или сейчас их открыть лучше. Я даже не знаю. Сейчас, видите, на всё надо много времени. Постройки строятся долго. Воевать смысла нету. Потому что, когда у тебя денег много в запасе, естественно, на тебя нападают и их грабят. Поэтому, как бы, нет особой нужды их сейчас копить. К тому же, вы видите, у меня 2 работяги задействованы. Так что, у нас сегодня чисто орочья потасовка. Ну, где тут у нас? Ой, да они какие-то ватные все. Будем разбивать. Давай, иди сюда, прыщик. Опа, нормально. Нет, ну вот я смотрю на красу. Ну, какая-то она ватная. Ну, действительно, раньше она держала удар. Сейчас не может. И топор вот этот у неё. Какой же он медлительный. Как она долго им бьёт. Не знаю, в чём проблема здесь. Но мне это очень не нравится. Очень. Так, того у нас уже 3 сундука. Да, мне кажется, хоть 10 их будет. Всё равно будут выпадать одни ресурсы. Тут такая фишка на меня. Так, 12 часов, 44 минуты. И мне будет доспех. И я больше чем уверен, что доспех будет какой-нибудь мощный. Не по моим войнам. Ой, как же меня это злит, а, ребята. Как же меня это злит. Вы правильно пишите, что вам приходилось копить 2 дня. Кому-то даже 3 дня. Ну, я имею в виду на тренировку. На тренировочных бойцов. Ну, может быть, у вас просто хватает мощей держать оборону замка. У меня так лично не очень хватает. Мне даже не завершить по-быренькому ничего. Ёлки-палки. Так что в деньгах отпадает смысл. И 300 тысяч оставлять просто так, как-то я не знаю, даже, ребята. Опасно. Ну что, куда нам сейчас отправить... А, ещё не долечился. Давай, долечивайся. Повыренькому. Блин, мне не терпится открыть эти сундуки, которые у меня лежат просто так. Но зато, ребята, есть одно небольшое преимущество. Так как здесь у нас всё идёт очень долго. О, наши клиенты. Я могу позволить себе снимать уже какие-нибудь и другие игры. Вы сами прекрасно знали, что... Хасл-касл очень много занимало у меня времени. Практически всё. Мне не хватало ни на что. А сейчас можно будет что-то новенькое посмотреть. Поиграть. Сделаю, наверное, новый обзор. Точнее, новую рубрику. Я её хочу назвать. Давай глянем. Мы там будем смотреть новые игры. Свежие, которые вышли. Или старые, ну, которых я лично ещё не видел. Ну, в общем, это пока в проекте. Так что будем это всё как-то реализовывать. Ну, что у нас тут? У нас тут несокрушимые стражи. Ну, на него тоже идти пока бесполезно. Потому что вы, кто не видел этого босса? Очень жёсткий некромант, который убивает лучников и магов в первую очередь. Так. Что тут у нас? Ресурсы. Ёлки-палки. Да кто бы сомневался, а? Ну, что-то, что-то выпало. Я так понимаю, это у нас на лесорубов наших. Так, опять ресурсы. И... И... О! Ну, что-то выпало нормально. Наверное, ножички. Надеюсь, на мой уровень. А если на мой уровень, то хотя бы мощный. Хотелось бы так. Так, Арнольдушка, что у тебя? Ну, в принципе, ты потянешь эту робу. Вот. Теперь-то у меня истинный лесоруб. Хе-хе. Ну, что у нас тут с этими? С ножами. 438, да? Атака, конечно, слабенькая. И на 27 уровень. Блин. Я даже не знаю. Вставить... Ну, по мощи они проигрывают. По силе тоже. А может быть, вместо мага надеть? Что из этого получится-то? Нет. Можно было бы, в принципе, и лучника заменить. Нет. Без лучника тоже никак. Ладно. Давайте, наверное, пускай вот так вот оно все останется. А там, как говорится... Блин. Полумаг. Полудаггер. Какая-то несуразица у нас получается здесь, да, ребят? Ну-ка. Одень-ка булаву. И знаете что, ребята? И попробуем с вами сходить на этого... На некроманта. Заодно, кто не видел, тот посмотрит, что из себя представляет этот босс. Так. Несокрушимые стражи. 49, 280 у него мощей. Так, добавляем магию. И давайте, ребята, посмотрим. По крайней мере, магами и лучниками я его не запинал. Надеюсь, что-нибудь получится у меня с воинами. Видите? Лукарь уже упал. Да-да-да-да, ребята. Тут все дело принимает очень печальный оборот. А знаете, что вот здесь именно в данный момент помогло бы? Какая магия? Я вот только сейчас понял. Отхил. Это столб света, который восстанавливает 2000 хп моим воинам. Да, возможно, так бы я бы его прошел. Потому что дополнительного отхила от своих магов и этих я не дождусь. Он их просто сразу роняет. Да, неплохая мысль. Надо, кстати, взять на заметку. Но для этого нужно будет, естественно, изучать. Точнее, крафтить полностью. Забивать весь инвентарь отхилами. Ну и как-то, честно говоря, я очень сомневаюсь, что мне три магии спасут ситуацию вот с этим некромантом. Ладно, это все будет в будущем. Попробуем. Может быть, еще что-нибудь выпадет. Может быть, я накоплю деньги и сделаю тренировочную бойцов. И у меня станут воины сильнее. И тогда я его вообще пройду без проблем. Вот, смотрите, Дмитрий всего 2 звезды. Матвей 3 звезды. От этих ребят уже давным-давно пора избавляться. Но нет же, блин, у меня нету замены им. Поэтому придется их держать. Как бы мне это не нравилось сильно. Ну что же, давайте разберемся с нашими бойцами. Да, маленько? Может быть, даже почистим инвентарь. Так, колечко, колечко. Вот это мы все с тебя снимаем. И ставим тебе на... Вот, наверное, урон и ворот. Нет. Давай мы сделаем так вот. Вот так вот будет, наверное, самое то. Чтобы ты у меня не так быстро падал. Ну, а магам, естественно, ставим его законные кольца. Так. Арбалет. Даже не знаю, что лучше. Ему оставить арбалет или... Поставить булаву. М? Ребят. Или вообще ему посох влепить. Вот незадача. Я не знаю. Запутался я в этих составах. Как лучше сделать? Я уже забыл, кто у меня был изначально. Так. Ну, у ворот тебе уже не нужен. Ставим тебе обратно вот это колечко. Или все-таки нет. Наверное, так и оставим. А подвески у меня нет для тебя, братишка. Вот это плохо. Это очень печально. Вот нету бижи. Я вот не знаю, что еще за третий слот для какой-то книги. Ладно. Давайте увидимся попозже. Так, ребята. У меня тут, смотрю, была атака. И мы победили, да? И потерь у нас никаких не было. Но это и хорошо, ребята. Потому что на счету у меня, как вы видите, почти 500 тысяч. Это не слабые деньги. Так. Тут у нас что? Ну, были-были, конечно, поражения. Но да не беда. Всему, как говорится, свое время. Так. Ну что, они у меня в полной боевой готовности. Тут у нас ничего практически не осталось. Чамп. Ну, давайте посмотрим, что это у нас за чамп такой. Так. Ставим магию. С одной магией, конечно, я, ребята, далеко, скорее всего, не уйду. И, наверное, здесь меня покрошат. И выход только один. Найти более достойного себе противника. Так. Крит. 21 уровень. Угу. Ну, давайте посмотрим. Ну, в принципе, как бы нам подходит. Давайте глянем, что из этого у нас получится. Хотя. Ну, смотрите. Два воина, да? Опять. Опять та же самая схема. Я уже чувствую просто. Сейчас будет отхил. И рез. Так. Ну, да. Так оно и есть. Смотрите. Все. Упала моя краса. Сейчас он будет их постоянно воскрешать. И они меня тем самым раздеребанят. Ядрить его на корень. Что у него там за маги такие, которых не пробить, ничего не сделать, а? Блин, фигня. Фигня получается, конечно, ребята. Все. Ну, чего, в принципе, и следовало ожидать. Я даже нисколько этому не удивлен. Ничего мне здесь не поможет и не спасет. Да. Как бы не был хороший у меня лукарь, здесь ему не устоять. Все, он еще и второго. Короче, он всю свою компашку оживил. Ладно, давай, лук, сдавайся. Ничего нам тут здесь с тобой не светит. Вот так вот. Минус 18 очков пвп. И это хорошо. Чем меньше у меня рейд, тем слабее враги будут у меня. Появляться на карте. И это замечательно. Так, алхимик третий, алхимик четвертого уровня. Настроение пока у всех нормальное. Нам надо, ребята, решиться, что покупать. Но мне не хватает ядрить его на корень. 20, ну какой 20? 12 тысяч. И где я их, извините меня, достану? Если я даже никого победить не могу. Вот так задача, да, ребят? Попал, называется, по полной программе. Что у меня тут? Три врага. Лео Брайт какой-то или кто там. Ну что у тебя? У него еще помощнее, да? Смотри. Маг. Ну это, как обычно, стандартная схема. С этой схемой я пока бороться не готов. Да мне и нечем. Если бы у меня хотя бы была бы еще, наверное, броня на мага, и я в плане про тяжелую броню, то, возможно, совсем было бы другое дело. Но ее нету, поэтому приходится нам пока так выживать. Вот именно что, выживать, а не воевать даже. Так, ну что? Сделать мы, наверное, ребят, ничего не сможем здесь. Ну и деньги такие оставлять тоже опасно. Я даже не знаю. Надо ждать, пока обновится у нас здесь на карте враги. То бишь появятся либо орки, либо сменятся у нас враги. Потому что с этими ребятами я сделать абсолютно ничего не могу. Что с этим Лео? Кто там у нас еще? Я уже забыл. Ага. Чамп, Вейн. Это все бесполезно. Бороться это смерть подобно. Крит тоже самое. Не могу его победить. Поэтому, наверное, ребята, предлагаю для себя, как говорится, хуже делаю. Закончить на этом этот выпуск. И ждать, что на меня не нападут. Надеяться, по крайней мере, на это. Что я сэкономлю свои деньги. Ну и подкоплю немножко. И поставим с вами уже там что-нибудь строится. Нужно 750 тысяч. Это еще 300 штук. Да, многовато, конечно. Это причем, если меня никто не ограбит. Ну ладно, ребята. Давайте на этом я буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся в следующей. Всем пока. Удачи. И до скорого.